Несмотря на то, что многие спортивные объекты Артёмовского городского округа были на грани исчезновения и функционировали скорее вопреки всему, сейчас ситуация начала несколько выправляться. Начальник комитета по физической культуре и спорту администрации нашего муниципалитета Владимир Березин подчеркивает, что хотя подробные планы по возрождению спортивной инфраструктуры округа и разработаны, их реализация напрямую зависит от поддержки региональных властей. В связи с приближающимся мундиалем и постоянным интересом к футболу мы поинтересовались, как обстоят дела на стадионе «Локомотив», с которым в прошлом возникало немало споров, обвинений и слухов. По локомотиву документация вся там готова, поле футбольное сделано. Сейчас необходимо приобрести спецтехнику для того, чтобы поднимать ворс и подсыпать крошку резиновую. Это по технологии так положено. А ворс поднимать необходимо раз в две недели. Этот вопрос также у нас решается. Уже в бюджет 2017 года деньги заложены на это, на приобретение техники специальной. Стадион, поле, покрытие это не испортится. Просто играть на нем без систематической подготовки его хуже. Но все вполне реально, чтобы его содержать годами в нормальном состоянии. Этот вопрос решается в дальнейшем по стадиону. В первую очередь предусматривая строительство беговой дорожки, трибун. На трибуны 500 кресел со стадиона центрального Екатеринбурга у нас уже получено и будут установлены. Но это планируется на 2018 год. Софинансирование областное. Вот таким образом по стадиону «Локомотив» также. А в вторую очередь там, конечно, и здание административное, и все площадки, которые положено иметь на стадионе настоящем, они уже будут еще чуть позже. Этот вопрос живой, и он будет решаться. Второй важный спортивный объект – лыжная база «Снежинка», на которой ежегодно проходят традиционные массовые состязания «Кросснации», «Лыжня России» и другие. Не секрет, что внешний вид объекта и его инфраструктура оставляют желать лучшего, и он нуждается не только в ремонте, но и модернизации. Глава Артемовского спорткомитета не скрывает, что база находится в аварийном состоянии. Уже неоднократно мы подавали документы готовые, там вся документация необходимая готова. Ежегодно подается в Министерство спорта на софинансирование областное. Там конкретно надо 60 миллионов, а остальное 10% наш городской бюджет финансирует. Нынче пообещали, мы в срок вовремя сдали опять все документы, пообещали, что будет софинансирование. Что оно в себя включает? Это реконструкция лыжной базы, строительство лыжерольной трассы на 1200 метров и стрельбище биатлонное. То есть будет у нас не просто лыжная база, а биатлонный комплекс. Очень хочется, конечно, чтобы база была, комплекс биатлона был построен. Так как у нас сохранен очень в хорошем состоянии штат рабочий на лыжной базе. Там на сегодня занимаются при пропускной способности 100 человек, 130 человек, ребятишек. Результаты в области очень хорошие. Даже вот недавно в Каменск ездили на областное соревнование по роллерам. И не имея лыжерольной трассы, наши ребята заняли и призовые места, и практически все в десятке. И ребята, и девчонки. Поэтому вот и на Чепикова надеемся, конечно, биатлонист. Он здесь бывал неоднократно и в предвыборной кампании обещал помогать. Но будем надеяться, что все-таки лыжная база у нас тоже будет сделана. Будем надеяться и на то, что не только соответствующее подразделение администрации муниципалитета будет проявлять пристальное внимание к развитию спорта, физкультуры и здорового образа жизни в нашем округе, но и депутаты городской думы нынешнего созыва приложат все силы к решению имеющихся вопросов и проблем в этой сфере. Нужно помнить, что в здоровом Келе здоровый дух. А значит, качество жизни артемовцев, их здоровье в немалой степени зависит от возможности тренироваться на доступных площадках, наличии условий для занятия спортом, в первую очередь массовым. Редактор субтитров А.Семкин